МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Кино в деталях. Я ее ведущий, Федор Бондарчук. Смотрите сегодня выпуски. Магазинные воришки. Фильм обладателей золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля за 150 секунд на детали разбирает Никита Карцев. Хорошее кино. Наконец-то. Все уже прям заждались, уже там сидят. Ну сколько можно? Надежду Михалкову перед премьерой проигранного места по-быстрому допросил Иван Закадров. Когда ты нервничаешь, что ты делаешь? Иногда приседаю. Ох, коленки хрустят. Все хорошо. Бедная Лида. Эксклюзивное интервью Анны Уколовой в программе Кино в деталях. Сегодня ты там, а завтра годами разносишь свои фотографии, а ты никому не нужна. Продюсеры, актеры и друзья, не разлей вода, Александр Робок и Максим Логашкин сегодня в гостях у Федора Бондарчука. А когда все ездили с охраной, я помню, что такое количество было охраны, мы проходили по этажам, человек 30, такое ощущение, что везде нас там прослушают такие, что они как-то огромные люди. А мы долго шли через этот кордон, зажгли в кабинет, присели. Он так посмотрел. Здрасте, здрасте, посмотрел, говорит, ну все, ну все, все. Просто на вас хотел посмотреть. Просто хотел на вас посмотреть. Запускаем. И запускаем, да. Сегодня у нас в гостях два боевых товарища-коллеги, совместно спродюсировавшие немало фильмов, а в некоторых из них еще и сыгравшие. Да, они оба замечательные актеры. По случаю выхода их очередного совместного проекта фильма «Грецкий орешек», звезды кино и телевидения Александр Робок и Максим Логашкин в студии программы «Кино в деталях». Вот для меня продюсеры – это стопроцентная ответственность. У них, конечно, другая ситуация. На одно дело, так сказать, финансовым и организационным партнером быть, продюсером. Но ты еще актер, ты еще встречаешься на площадке, ты еще пересекаешься в проектах, у тебя круг общения другое, у тебя вот этот сговор, когда они в сговоре не только друг с другом, но там еще и режиссеры. Вот это группа, компания людей, объединенных там одними интересами, или которые дышат одним воздухом, разговаривают на одном языке. Вот они в части этой компании, или внутри этой компании, или центра этой компании. Но там должна была быть напряженная ситуация, там должен был быть конфликт. Мне кажется, что они его прошли только так, мне кажется. Максим, Саш, здрасте. Спасибо, что пришли в гости. Рад вас видеть. Слушайте, я вас поздравляю со всеми успехами, премьерами, сериалами, которые еще идут в эфире. Премьера фильма, о котором мы поговорим, который называется «Греский орешек» и о истории создания поговорим. Когда это все началось, вот вы мне расскажите. Вообще начнем с другого. Как вы решили посвятить себя кино или театру? Вот, Саш, я знаю, что вы поступали в Институт Стали и Сплавов. Это правда? Было, да. Но я сам с города Златоуста, Челябинской области. В общем, у меня полкласса поступало в МИСИС. Ну, за компанию с друзьями. Слава богу, физику написал на три. И, в общем, все, дорога у меня всегда была закрыта. В общем, это было судьбоносно. И куда поступали везде? Я поступал во все Московские театральные вузы. Мне было 16 лет тогда. Я закончил школу 16 лет. А почему 16? Поступил в 6. Был высокого роста. И мама с бабушкой сказали, что лучше пораньше отдавать. Кто поддержал, сказал, отдавай себе. Хорошо, что не то, что не поддержали, не запретили. Что читали? Что-то фундаментальное? Я читал, сейчас помню, я читал Будина, читал Роберта Рождественского. Башню читал Лафонтена. Ну, чтоб не Крылова, потому что все Крылов. Что, я читал? Нет. Кто направил, как пришло решение? Ну, я-то принял решение лет в 13. И никто меня в этом не поддержал. Под влиянием русского рока? Да. Ну, я хотел быть рок-музыкантом. Ну, а как-то так получилось, что... А это какой год? Ну, 13 лет, это сколько мне было-то, господи? 76 плюс 13. У тебя с математики хорошо посчитали? Ага. Вот. Я просто гулял со своим другом, и что-то там друг у меня, кстати говоря, там насвистывал. А я как-то спокойно себя вел. А на дороге попался мужчина, который сказал, давайте приходите, я вас там научу на музыкальных инструментах играть. А мы так вертелись вокруг ДК. Город такой, Новокуйбышевск, под Самарой. Ну, я пришел к нему, в общем, в это, Вия Орликина, я как сейчас помню. Он меня учил играть на барабанах, а потом... Вия Орликина? Да, назывался. Ну, это отлично. Ну, это прекрасно. Потому что я хотел заниматься, он это, кстати... Вия по-другому не может называться. Вия Орликина, конечно! Ну, конечно, Вия Орликина. Я почему доверился этому человеку, потому что я один раз увидел его, он выступал у мамы на работе. Потом так смотрел на меня, говорит, а ты не хочешь вот у меня театральной студии? А сам он на режиссерском учился. Я так попал в театральную студию и поступил в Институт культуры в Самаре. Кстати, вместе с Аней Уколовой, которая у нас... И на танце... А вот вы там и познакомились. На танцах они стояли вместе пары. Мы танцевали Польку и Анька двухметровая. Хорошо, я быстро не могу не рассказать, на танцах вы стояли пары. Я был последний студент режиссерского факультета во ВГИКе, которым преподавали танец. Скажите, мы не артисты, нам зачем? А компания, с которой мы танцевали, была такая... Вы должны чувствовать режиссера, я слышу. Саша Баширов, вы можете представить себе, вот уже, как это называется эта штука? Станок. Станок, да, Саша Баширов, Тигран Киасаян. Плие, в лосинах, да, в балетах. Абсолютно, ну у нас не было лосинок. Вот надо снять сейчас. Хорошая компания. Так, Суколова вы, значит, танцуете. Но я все равно хотел в Москву, и в один из дней, мне резко это прилетело, я сидел на балконе и понял, что мне надо завтра уезжать. И я собрался и уехал. Когда уже все поступления закончились, я приехал осенью. Но я понял, что мне нужно рвать все равно. И дальше что? Я поступил не в тот ГИТИС, в который я хотел, а на факультет эстрады. И когда вы познакомились? Я уехал потом учиться в Ярославль, законченный Ярославский театральный институт. И приехал в Москву, и поступил за неперебью в театр Маяковского к Гончарову работать. А я убежал после двух недель учебы на факультете эстрады, потому что я понял, что это не мое, и все хотят там быть на эстраде и петь. И я что-то не понимал, куда я попал. В общем, я закосил под больного, ну, что у меня температура имеет. Вот, и убежал в ГИТИС уже на Никитские ворота. И я поступил к Гончарову. И так мы в театре Маяковского с Саней встретились, когда он уже был артистом. А я уже вводился в спектакль со второго курса. На экранах режиссерский дебют Нади Михалковой. Проигранное место. Пару выпусков назад Надежда была гостей нашей студии. А сегодня ее допросит с пристрастием. Иван Закадров в своей рубрике «Сделаем это по-быстрому». Надь, привет, рад тебя видеть. А почему ты сидишь одна в зале? Слушай, хорошо, что ты пришел. У меня сегодня премьера, но вот как-то что-то никто не пришел. Я буду первым и единственным твоим зрителем. Скажи, а о чем этот фильм? В проигранном месте. Вот, видимо, все остальные боятся, что они сядут на это проигранное место, наверное. Потому что если ты на него сядешь, ты умираешь. Это фильм ужасов? Да. А почему ты решила снимать именно в этом жанре? Ну, вообще, ничего смешного не происходит и веселого в жизни. Вот и решила поговорить с подростками о какой-то такой теме, где страшно. Что-то убивает моих одноклассников. Я не хочу стать следующей. И мне кажется, это все связано с тобой. А сестру Аню снимать сложнее, чем других актеров или проще? Она намного сложнее, но она просто очень дешевая, поэтому мне оказалось... Я по семейным обстоятельствам просто попросила ее уменьшить, например, гонорар. У тебя свободный вечер, и ты можешь посмотреть хоррор, комедию или боепик. Что выберешь? Мне кажется, я бы посмотрела сейчас мелодраму какую-нибудь. Можно? Можно. А что тебя недавно растрогало? Меня растрогало, что Ваня первый раз написал слово сам, и оно было не очень приличное. Дорогие зрители... Ваня мой сын. Да, это не я, это не я. С какой периодичностью осуществляются твои мечты? С периодичностью раз в три года. А какая мечта осуществилась в последний раз? Ну вот, три года назад начала делать кино, и сейчас я стою здесь, на сцене, хочу представить зрителям кино, и их нет. Мечта осуществится, а не появится. А как правильно говорить, в последний раз или в крайний раз? На съемочной площадке в крайний, а в жизни можно и в последний, я в приметы не верю. Когда ты нервничаешь, что ты делаешь? Я зажимаю вот так руки и делаю вот так, прикусываю губу, кручу волосы. Все, 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 все. Хорошо, ладно, прости, я просто очень часто нервничаю, поэтому... У тебя есть? Иногда приседаю. Ох, коленки хрустят, все хорошо. Хорошо, можешь потренироваться и сказать в зал, пока никого нет, давай, скажи что-нибудь, потренируйся. Это мой кошмар, это мой сон, как я могу вообще вот... Я рядом, помню, я всегда рядом. Пойдем, может, куда-нибудь, вообще убежим, как-то здесь все пройдет. Давай, давай, все, уходим. Да, уходим. Какой из фильмов твоего папы ты считаешь лучшим? Утомленное солнцем. Что сказал Никита Сергеевич, когда узнал, что ты хочешь попробовать себя в режиссуе? Он сначала сделал вот так, потом так, а потом сказал welcome, потому что теперь он меня называет, когда я ему звоню, говорит, ну что, коллега, я вас слушаю. А какой секрет воспитания ты используешь, общаясь со своими детьми? Я их лишаю моих поцелуев. Что ты в последний раз готовила на кухне? Бутерброд. Сегодня утром детям. Какая черта твоего характера тебе не нравится? Не уверена в себе, над которой я работаю. Какая черта твоего характера тебе помогает? Настойчивость. Неискренняя улыбка или искренне недовольное лицо? Искренне недовольная улыбка. Лучший комплимент, который ты слышала в жизни? Надя, вы потрясающий режиссер. Ты потрясающий режиссер, Надя, кстати, я хотел тебе сказать. А что тебя раздражает в людях с телевидения? Это главный вопрос. Я тебе скажу, что посмотри вот сюда. Вот здесь у меня, значит, одна. Какая-то шпилюндра вторая. Я еще не готова вообще никак. И ты очень назойлив и настойчив, и отнимаешь у меня время. А двери открыты, и скоро придут ко мне гости. А я еще вот так. Я пошла. Хорошая премьера. Спасибо, спасибо большое. То есть получается 21 год дружбы. Когда первый раз поссорились навсегда, сказали, все, я не хочу тебя знать, не звони мне больше никогда. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у нас в гостях Александр Робок и Максим Лагашкин. Друзья, а ходили по студиям с фотографиями? Да, конечно. Вы уже дружили и знали друг друга? Да, уже были в одной гримерке, уже в театре работали. Я помню, что я жил на даче театра Маяковского, в среднем барон, у нас было такое общежитие, дача Гончарова, она была переоборудована в такой общежитие для молодых артистов. Я про это общежитие ничего не слышал. Было-было такое, да. Хорошее место. Хорошее, прямо не приходит бездонного озера. На даче? Да. И это общежитие театра? Гектар с теребриной борьбы. Это потрясающе. Мы там репетировали, наверное, работали с материалом и по вечерам, и особенно летом. Там как раз всех родились маленькие дети, там была большая коммуна. И я помню, как мне позвонили, и еще не говорят, что за роль, что просто... Александр, вы утверждены, говоришь еще о Казарово. Ну, я вот помню это ощущение. То есть даже не хотелось ни с кем делиться. Трубку положил. И у нас там эпизоды друг за другом. А потом так получилось, что мы в одной картине эпизод друг за другом. Вы не знали, что вы... Нет, мы уже узнали. Все равно судьба, да? Ну, как-то, да. Она как-то вас сталкивала. Ну, вообще, вот мы пытаемся это вычислить. Я вспоминал тут, как будто это летоисчисление нашей дружбы где-то приблизительно с 97-го года прошлого столетия. Вот то ли весной, то ли весной, по-моему, началось. Это в гримерке мы в одной сидели, и так пошло. То есть, получается, 21 год дружбы. Когда первый раз поссорились навсегда, сказали, все, я не хочу тебя знать, не звони мне больше никогда. Да, ну, бывало, наверное, такие... Ну, как это... Сначала было, когда, наверное, какой-то раз было, что так это прям произошло, а потом, в общем, это стало перманентным состоянием, мы уже на это внимания не обращали. Мы из-за финансовых разногласий не поссорились, когда финансовые трудности были, были ли они и так далее. Хорошо, первый проект продюсерский, он как родился-то? Это когда произошло? В общем, как мы, на самом деле, работали в театре Маяковского, потом ушел уже не Андрей Саныч Гончаров, а стало в театре без времени. Мы как-то ушли из театра. Вы вместе принимали решение? Да. Страшно? Да, ну... Да мы просто в гримерке переговорили, что нужно что-то делать. Первое, что мы сделали, это... Что такое? Ну, чтобы начать делать кино, наверное, нужно иметь комнату на Мосфильме, подумали мы. Да. И сняли комнату. В производственном корпусе. Да. 421-й кабинет. Да. Хороший этаж. Да. Вниз спустился, сразу столовка. На третьем, да. 500 долларов в месяц стоила комната, у нас было денег на 3 месяца. Да, тогда еще все считали это в долларах, именно 500 долларов. В рублях неважно, 500 долларов. Все в долларах, да. Вот, и у нас родился проект, был такой проект 4 серии, мы сняли... А жанр? Это как приключение. Детектив приключения. Это приключение, все действие происходило в Сибири, в лесу, все. У нас золотых приз. И, в общем, как-то канал в нас поверил, и, в общем, вот мы сняли этот проект. Он как-то достаточно хорошо прошел на канале, с хорошим рейтингом. А у Вильдинского, у Саши был... Вильдинский, как вы познакомились, как вы знали. Вильдинский мечтал снимать, у него была идея снять, в общем, проект, ну, по Лимонову. А познакомились мы, подожди, мы снялись у него в сериале «Закон», тоже просто пришли на общих началах на пробы, он нас утвердил, и там мы с ним познакомились. И мы занесли на канал сценарий, написанный полного метра, русское, по произведениям Лимонова. Да. А они посчитали, сказали, что это безбашно в тот момент, мы инкриминировали 29 лет за терроризм, и, в общем, он сидел... При фамилии ему, он говорит, что у нас все уберите. Ну, в общем, это как-то, видать, зажгло руководство, они так были все в конфрактации с властью и так далее. И, в общем, нас вызвал себе в кабинет Киселев, а когда все ездили с охраной, я помню, что такое количество было охраны. Мы проходили по этажам, ну, не знаете, человек 30, такое ощущение, что везде нас там прослушают, такие какие-то огромные люди. А мы долго шли через этот кордон, зажгли в кабинет, присели, «Здрасте, здрасте», посмотрел, говорит, «Ну все, просто на вас хотел посмотреть». Просто хотел на вас посмотреть, запускаем. И запускаем, да, и все. Сколько, получается, вашей студии? В этом году 18 лет. Ну, вы понимаете, что вы зрелые, умудренные опытом, успешные кинопродюсеры. Вот этот момент, что все время, в общем, приходится на двух стульях, и, в общем, когда ты продюсер, ты, в общем, актер, ты актер-продюсер, поэтому актерская профессия, она больше, в общем, по душе, и поэтому проект, который мы запускаем, это, в общем, там раз или раз в два года какую-то историю вдруг всплывает, и мы решаем. Мы срастаются, собираем. Но под себя пишите вы. Под себя, чтобы специально никогда не было. Специально не раз. На двоих, давай сделаем на двоих. Нет. Ну, может, придем когда-нибудь, не знаю. А теперь, внимание, до России добрался победитель Каннского фестиваля этого года, фильм «Магазинные воришки». И сейчас его разберет на детали Никита Карцев. Как обычно, за 150 секунд время пошло. Ну что, дорогие друзья, я вас от души поздравляю. Сегодня будем обсуждать и смотреть хорошее кино. Наконец-то, да, вот все уже прям заждались, уже там сидят. Ну, сколько можно? Магазинные воришки, хиракадзу караэда. Практически уже в статусе классика японского кино. Человек находится. Да еще и золотую пальму в ветвь в этом году выиграет. Короче, пошел в гору, парень. Молодец. В одном из районов Токио живет одна семья. В ней добывают средства на жизнь, совершая преступления. Мы видим в самых первых кадрах очень и очень многолюдную семью, которой уже, в принципе, можно заподозрить что-то неладное. Первый же кадр, согласно названию фильма, это демонстрация филигранной кражи в магазине. Кража там пустячковая. То ли чипсы, то ли лапша, что-то такое совершенно недорогое. В этом участвуют мужчины постарше, видимо, отец, и парень помладше, судя по всему, его сын. Ты только не спеши. Дождись, когда у служащего начнется обеденный перерыв. После этой провернутой ими операции, спецоперации, идут они себе домой и встречают маленькую-маленькую девочку. Девочка совсем одинока. Ей всего 4 года, и нужно ее, конечно же, скорее в семью накормить. И там начинаются дети, взрослые, сестры, жены, бабушки. Буквально вот в этом тесном пространстве валятся вам на голову. Никого там больше, конечно же, видеть не хотят. Тем более чужого, 4-летнего ребенка, который, ну, сейчас немедленно начнет доставать им проблемы. И, конечно же, в скорости начинает доставлять. Постепенно мы начинаем вдаваться в подробности этой семьи и вообще самого этого фундаментального вопроса, что есть такое семья. Ведь взяв девочку, явно из неблагополучной семьи, по каким-то не очень в обществе признанным правилам, вот просто вот взяв себе ее и не отдав. И этот парадокс-то и изучает наш замечательный режиссер, Те Хирокадзу Кареэдо. Что такое сегодня семья? Что такое сегодня родственные узы? Что такое вообще законы? Зачем они нужны, если они к такой жестокости иногда приводят? И вот тот ли отец, что родил, или тот, что воспитал? И та ли мать, что, так сказать, предоставила тебе все возможности стать человеком? Или та, которая тебя просто вот родила и оставила где-нибудь на заднем сидении автомобиля? Вопросы эти неудобные, вопросы эти больные, вопросы эти универсальные, совершенно понятные всем без остатка. Будь ты японец или вот какой-нибудь такой вот бабливый парень перед вами в кресле. В этой семье много секретов. И один из них – магазинные кражи. Они больше всего укрепляют их семейные узы. Это тончайшее, психологическое, изумительное кино. Опять же, очень хорошее. Вообще таких не бывает. Идите скорее, чего вы сидите, смотрите. Субтитры делал DimaTorzok Петя Буслов как в жизни вашей появился? Ну, Петя как-то на улице. С улицы, да. Ну, в общем, мы просто дружили с какого-то момента, да. Переплелись люди. Там была в ГИКовская компания, с которой он, собственно говоря, и бумер сделал. А у вас компания примерно та же была, да? Ну, в общем, мы общались, но мы по творчеству никогда не пересекались. Первая работа – это была Родина. Ты зачем сказал, что меня не любишь? Че? Ты мне весь отпуск испортил. Слушай, я три миллиарда женщин не люблю. Если каждый меня будет бить, я не высплюсь. Вот Родину вы вспомнили. Это русские за границей. Да. А вот грецкие... Орешек. Грецкие орешек – это... Ну, тоже, получается, русские сначала в Турции, правильно я говорю, а потом попадают... Ну, это краткосрочное путешествие. Там-то люди уезжают навсегда. Дауншифтинг. Да. Ну, давайте тогда нашим зрителям расскажем то, что можно... Взаимоотношений молодого человека со своей девушкой, когда они входят в некий кризис. Существует такое понятие «кризис трех лет», когда, в общем, либо нужно как-то... Девопредложения. ...взаконивать отношения, и куда-то они должны развиваться в более уже семейные какие-то истории, либо нужно расставаться. И вот они находятся в таком пограничном состоянии. Она его оставляет, в общем, он решает немножко развеяться, и уезжает в Турцию. В Турцию она узнает... Тихо, стоп. Все, я перескажу. Куда ты пошел? В Турцию он узнает. В Турцию он что-то узнает. В Турцию он что-то узнает. И, в общем, дальше идет... Ну, и все-таки переезжает в Грецию. Дальше, в общем, происходит... Она кажется. Ну, как-то надо объяснить, почему грецкий орех. В всю историю он пытается восстановить свои отношения с ней. Вот, и проходит через ряд перипетий. Через ряд новых отношений. Через ряд драматургических крючков, каких-то неожиданных ситуаций. И, в общем... А ваша героя-ка? Мой персонаж души следователь опер, который... 10 лет назад уже тоже... В общем, он грек. Вернулся в Грецию и, в общем, работает... Живет в Греции. Какой, Мишаня? Рыбин, дядь Толь. А? Привет, Мишаня, Рыбин. Привет, дядь Толь. А, Мипал, ты что, в Греции, что ли? Денег нет, переночевать негде. Дядь Толь, помощь ваша нужна. Сам откуда? Из Москвы? А, подочнее. Подочнее. Все так говорят, потом начинаешь уточнять. Оказывается, что из Тамбова. Папа, крещеный? Да. Все. Ну, о правильном, я понимаю, Максим, что вы играете грека? Я играю человека с греческими корнями, который не может попасть в Греции. Он живет в Турции и мечтает попасть на территорию Греции, потому что зов корней, и он все время скучает. Правильно ли я понимаю, что там есть камео Слепакова? Да, есть камео Семена Слепакова. Это привет домашнему аресту? Или еще не было в правильном съемке домашнего ареста? Нет, не было, просто вы попросили Семена. Нет, уже домашний арест планировался. А вот, просто мы Семена попросили отсняться. А вы товариществуете, да? Вы как-то пересекаетесь с Слепаковым. Да, и Семен, в общем, отснялся, и, в общем, там звучит замечательная песня его, в общем, и... И подарил нам песню. Да, и, в общем, украсил нашу картину. А сейчас ненадолго прервем наш разговор. Посмотрим интервью с актуальным человеком этой кинонедели. Выбор программы Кино в деталях. Сегодня человек недели Анна Уколова. Неподражаемая Лида из сериала «Ивановы, Ивановы», третий сезон которого стартовал на прошлой неделе. На очереди премьера фильма «Грецкий орешек». Героиня Уколовой приезжает отдохнуть на солнечный остров. А там мафия, контрабандисты и, конечно, любовь. Миш, я люблю тебя. А если вспомни меня, где была, я такого мальчишку сладкого. Ваша героиня в «Грецком орешке», кто она? Это прекрасная жительница, думаю, города Челябинска. Мы так себе рисовали. Которая вот работает, ждет своего отпуска, чтобы приехать на 8 дней, 7 ночей и оторваться там. Может найти какого-нибудь парня. И ей повезло. Когда у вас в последний раз был отпуск? А вы знаете, у меня такая профессия прекрасная. Для меня работает как отпуск. Вы ведете счет своим фильмом? Нет, не веду. За последние 10 лет их больше 60. 61 фильм и сериал. Замечательно. Зачем вы столько работаете, скажите? Ну, я работаю не на износ. Это же не все главные роли, где надо тратиться, рыдать, вены резать. Я даже, вы знаете, открою вам секрет. Я даже не смотрю фильмы, в которых я снималась. На премьере-то точно. Я отснялась. Я забыла. У меня жизнь идет дальше. Это прошлое. Я живу только здесь и сейчас на площадке. С своими партнерами. Мне очень важно, когда мне утверждает на фильм, кто со мной будет. Потому что с этими людьми я провожу больше времени, чем дома. И если меня что-то раздражает и не так, на площадке, за кадром, то я это чувствую. И я начинаю в зажиме быть и плохо играть. Я знаю, что у вас есть черный список людей, с которыми вы никогда не будете работать. Что нужно сделать, чтобы в него попасть? Плохо разговаривать, относиться к людям, которые, ну, это грубо говоря, тебя обслуживают. Это костюм, грим, неважно, водитель. Потому что я знаю дно. Кино посмотрят и забудут. А мнение о человеке останется на всю жизнь. А муж, кстати, не возражает против того, что вы много работаете, действительно. Бывает такое, что он говорит «стоп, все». Нет, не говорит. Мне не надо так говорить. Он понимает меня, гордится мной. То, что он не имеет никакого отношения к кино, это на пользу вашему браку и вашим отношениям? Да. Он меня даже телевизор не смотрит. И я понимала сразу, что он не будет ходить на тусовки, а познакомь меня вот с этим, с этим. Он такой спокойный. А на съемки они к вам с сыном приезжали? Да никогда в жизни. Я знаю, что он на Левиафан приезжал. Это он приезжал на рыбалку на Кольский полуостров, но на площадку он никогда не приходил. Просто он рыбак. Ваш муж не знает, сколько вы зарабатываете. Ой, давайте уже не будем. Да, не знает, и никто не узнает никогда. Я не люблю говорить про деньги. Он не спрашивает или вы не говорите? Никогда не спрашивает. И актеры, прошу передать, которые говорят о своих гонорарах в эфире, это неприлично. Потому что за МКАДом, ну, люди получают знаем мы сколько. И хвастаться своими деньгами, которые они сами заработали, честно заработали. Не надо. Не надо бы этого делать. Часто ли вы сейчас ездите к себе на родину? И знают ли вас там, узнают ли, что вообще для них означает ваш приезд? Ну, я же в поселке живу, и когда я приезжаю, все говорят, Нюрочка приехала. Это Нюра, это Анна по-деревенски. Все, там уже столы накрывают, соленья, варенья. Ну, конечно, меня все любят, потому что я всех любила, и я им благодарна. Вот почему у меня Лида получилась? Это немножко все как в Самарской области. Говорят, да ладно, что ли? Да ты чего делаешь-то? Поэтому, если бы я там не родилась, образа Лида бы такого яркого не было. Из бензина нет! Ты что поддуриваешь-то? Я тебе вчера 200 рублей дала на заправку. Давай, сходи. Ну, вон, блутыхается. У меня свете не менее, блутыхается у нее. Ты что, выпендриваешься-то, а? Фух, отойди. Уйди! Поэтому я спасибо жителям Сызранского района, поселок Сборный, которые меня вырастили. Все говорят, ой, мы думали, ты зазналась, зазвездилась. Я говорю, с чего? Я понимаю, откуда я, где я. Сегодня ты там, а завтра годами разносишь свои фотографии, а ты никому не нужна. Поэтому я живу реалиями. И с уважением к людям, которые вокруг меня. Эй! Главный Иванов в страны дань в Москву поступил. Надо ему это жилье оплатить. Ты же сказал, что у нас там деньги от фейерверков остались, да? Была ситуация, подъезжает за мной машина, водитель. Пять часов утра, я еду в аэропорт. Он смотрит в зеркало. Эй, подождите, подождите, это же вы, который эту нищенку играет. Это Иванов, Иванов, это вы эта нищенка, да? Я говорю, да, я. Вам вообще как артистам платят? Вам хватает? Я говорю, ну вы видите, я живу на теплом стане, в простой девятиэтажке. Ну я живу достойно, никому не должна, меня все устраивает. Он говорит, ну я вам хочу сказать, это вы сейчас нищенку играете. Вам платят мало, будете какие-то богатые роли играть, каких-то там красивых девчонок, статных, жен олигархах. Вам, конечно, побольше заплатят. И купите себе дом, где хотите. То есть он подумал, если актриса играет нищенку, бедную, какую-то деревенскую, то им платят. Ну как вот и платят? А если богатую, то им и больше платят. Я уж не стал ему доказывать, что это не так. Я говорю, ладно, ладно, учту, учту, благодарю. Ну это смешно было, мне кажется. Мне кажется, прекрасная точка. Точка. О, господи, где я там лишнюю? Прям уже много, он у меня скромный очень. Вот этот персонаж вот твой будет там. Он проходит время, говорит, вот этот персонаж твой. Ну в общем, мы взрослеем, взрослеем, проходит 20 лет, значит. Это смешно, это смешно. Это постепенно, значит, меняется. Ну вот сейчас точно уже этот, нет, уже другу. Вот этот, но, говорит, тебе нужно похудеть на 20 килограмм. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у нас в гостях Александр Робок и Максим Лагашкин. Давайте поговорим об актерской вашей карьере. Это какой-то вот прям, что не проект, то это не просто проект. Это проект, который обсуждают, который ждут, который с интересом. Аудитория воспринимает, например, домашний арест. Да, у вас прошла аритмия, и вам отдельное спасибо за вашего героя. Потому что там все, ему же Хлебникова вменяли, что все хорошие люди, все хорошие люди. Я нашел одного, я даже не назову его плохим, это сложный. Вот спасибо, Сергей, я тоже. Это грандиозный тип. Вы изучали вообще жизнь-то скорой помощи? Нет, я ничего не изучал, я прочитал сценарий, и просто у Бори там так написано с Наташей Мещаниновой, что как-то сразу понятно, как это играть. Причем я его дергал, говорю, Боря, ну ты можешь мне уже сказать, ты утвердил или не утвердил? Он говорит, я не понимаю, я писал там 52 года человеку. Я говорю, ну давай какие-то бакенбарды, может, усы там. Он говорит, все, иди, он терпеть, это не может, все эти приклеенные вещи, все утвержден. Вот, и вот так. Но я ничего не изучал, а зачем? Там человек как бы прописан, им непонятен, человек это, да. Ну и там, например, человек, совпало с этим. Я встречал таких людей очень много. Одновременно вы зашли в съемочный период в сериал Рома Прыгунова, моего друга детства, за которым я тоже долго следил. Вчера дозвучивал, мы с Ромом вчера встречались, что-то там дозвучивали, какие-то были поправки. Мертвое озеро. Озеро. Мертвое озеро, да. Или как Рома сам называет, про севера. Про севера, так. Я говорю, я свои севера готовлю, севера, северный Туин Пикс. Ну да, снимали в Апатитах, я помню, что мы в марте приехали на съемки. Холодрелые. И сугробы, я первый раз увидел сугробы, наверное, вот, 5 метров, и в них дорога проложена. Это для кинематографистов подарок, это зимой красиво. Ну, то же самое, как на Камчатке, то же самое, что там, вот, если ты находишься на дороге, то рядом с тобой стоит 5-метровая стена, и вот как чистят, прорывают, прорывают, просто ровно, как лазером прорезан коридор, то есть ты не видишь, что справа, что слева, и просто наверх уходит снег. Зимний период, он тоже интересен для кинематографистов. Что у вас в жизни происходит, расскажите. Или вы сейчас полностью выводите картину, занятую этим и ни о чем другом? Нет, мы не так. Параллельно с ней идут. У вас, Максим, я знаю, большой проект, и вы сейчас снимаетесь у Анны Пармаса. Или уже доснялись? Да, я вот начал только на днях, два дня отснялся. А вы как познакомились с Анной? Вы следили за ней? Я, честно говоря, ну, вот сейчас буквально первый или второй день съемок, и что-то тра-та-та-та-та-та, мы общаемся во время этого, что-то обсуждаем. Она говорит, да успокойся, ты, я писала вообще на тебя это. Мне это, ну, так польстило, что у меня сразу все вопросы исчезли, и вот так. Мы познакомились, просто позвонили агенту и спросили занятость мою, и прислали сценарий. Не было у меня проб даже. Это дебюты Анни? Да. А вы видели то, что она делала в коротких... Ну, конечно. Я не знаю, у меня было на слуху, мне агент моя говорит, да ты что, это же клипы Шнура. И это же по жанру комедия? Да. О чем? Ну, про людей, про людей там хорошие. Мне, кстати говоря, немножко атмосферно напомнило съемки «Аритми», если честно, вот у Ани. Там такая группа, вот как и у Бори, они какие-то все как специально выращенные, подобранные, они все как единый организм работают, ну, просто космос. Не знаю, больше мне нечего сказать. Сейчас вот доснимусь, у меня еще несколько дней там... Ну, хорошо, а что за герой? Современный бизнесмен, типа... Все, не надо уже, все, современный бизнесмен, да... С очень крупным бизнесом... Не люблю тебя уже, как зрители. Не-не-не, там как... С очень крупным бизнесом, вот, бурит воду на дачных участках. Но он непростой, он как бы подает это, что не просто бурение, а у него еще перед бурением там целое шоу происходит, как бы... И я как бы своему партнеру, своему другу говорю, что мы не воду продаем, а шоу. И как бы вот на это люди покупаются. Хочу похвастаться. Наша съемочная группа побывала на съемочной площадке американского фильма «Девушка, которая застряла в паутине» одного из самых ожидаемых релизов осени и пообщалась с самой королевой Клэр Фой. Подробности в сюжете Ольги Кузнецовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играть Лизбит Саландер опасно во всех смыслах. Особенно потому, что актрисам удавалось классно исполнить эту роль до меня. Первой Лизбит Саландер стала шведка Нумерапас. На родине девушки с татуировкой дракона в Швеции быстро смекнули, что книги Стига Ларсена – это новая национальная гордость. И молниеносно сняли по ним три фильма. То, что подвиги Лизбит Саландер пойдут на экспорт, было вопросом короткого времени и больших денег. Настолько больших, что сборы фильма «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера показались продюсерам не такими уж и солидными в сравнении с гигантскими затратами на производство. То, что я вам покажу, лучше смотреть на пустой желудок. Финчер успел снять лишь первую часть «Девушки». Продолжение не последовало. Размашистый голливудский проект с Руни Мара и Дэниелом Крейгом в главных ролях заморозили. Но образ Лизбит Саландер в исполнении Руни Мара еще долго будоражил фан-сайты, где отстаивалась тема сексуальности всего асексуального и магнетизма всего отталкивающего. Ну а потом явился режиссер Федерико Альварес, который опять замахнулся. Теперь почти уже на святое. Просто эта героиня – мечта кинематографиста, если хотите. Притягательный нестандарт. На ее характере можно выстроить экшен, драму, детектив, триллер в стиле нуар или даже так называемый нордический нуар. Это кинотермин нового времени. Порядка ради заметим, что Альварес начал с конца. Девушка, которая застряла в паутине, основана на четвертой книге знаменитой серии. Ее написал уже не Стик Ларсен, а по его наброскам шведский журналист Дэвид Лагеркранц. Но большим разочарованием для фанатов это не стало. Лизбет была на своем месте, а именно по уши в больших неприятностях. В этот образ идеально вписалась британка Клэр Фой. К этому фильму я пришла солидным багажом ролей и ответственностью перед большой литературой. И, кстати, с нулевой ответственностью перед армией фанатов книги. Просто в голове каждого из них своя Лизбет Саландер. И пытаться угодить всем было бы глупо. Хотя, если бы я была начинающей актрисой, я бы так и сделала. И точно проиграла бы. Смело и неожиданно воплотить характер хакерши-мстительницы, отказавшись от ее почти канонического антуража. Клэр Фой, пожалуй, гордится этим. Она вытянула роль без всяких комиксовых штучек. Нет, что касается диеты и сбрасывания килограммов, я не считаю, что это необходимо. Серьезно. Лизбет, конечно, худосочная, но не это определяет ее характер. Ну и пирсинг, хоть убейте, я не буду прокалывать себе разные места, чтобы лучше понять сильную женщину. И татуху я не набила по той же причине. Хотя сейчас я об этом жалею. Реальная татуировка позволила бы мне поспать лишних пару часов каждое утро, вместо того, чтобы высиживать это время на гриме. Дракона на спине рисовали просто бесконечно. Запутаться в паутине киберпреступников, расследовать громко убийства и свести счеты с коварными родственниками, как всегда, в одиночку. К чужой помощи Саландр прибегает только в крайнем случае. Успокоим женскую половину поклонников девушки. Роль ее неизменного напарника Блумквиста в крепких руках нового шведского секс-символа Сверира Гуднасона, который, впрочем, признает, на фоне убедительного выхода Клэр Фой, он на втором плане. Лизбет. Меня подставили. Кто они? Это я и хочу узнать. Клэр – это что-то невероятное. Я ей искренне восхищаюсь. Она милая, приземленная и простая, и в то же время очень талантливая. Большая актриса. Она невероятно лихо и виртуозно перепрыгнула от королевы Елизаветы к Лизбет Саландр. Этот прыжок – просто взрыв мозга. Напомним, Клэр Фой сделала имя на съемках знаменитой «Короны» сериала о цене монархических установок в современном мире. А этой осенью ее мастерство заносит на виражах. От нежной жены Нила Армстронга, чей удел семья и изредка критика мужского бездействия… Вы беспомощны, как дети. Ничего у вас не под контролем. Почти бесполая Лизбет Саландр, которая все решает сама. Она, прямо скажем, отталкивающая. Язык не повернется сказать, что за милая девчушка. Наоборот, ты скажешь, блин, как же с ней трудно. Вечер с Лизбет – я пас. Но она крутая, она честная, она супер-профи. Я надеюсь, зрители поймут, что сила Лизбет в том, что она ничего из себя не строит. Кстати, что именно поймут зрители, Клэр Фой так и не узнает. В самом начале своей карьеры она отключила обратную связь. Было бы, конечно, мило услышать какой-никакой фидбэк от фанатов. Я знаю, они налетели бы на меня со скоростью звука. Но нет, просто социальные сети – это совсем не моя история. Так что до меня все слухи дойдут через десятые руки. Впрочем, нам это нетрудно выяснить. На страничке, которую ведут фанаты Клэр, ей прочат успех в актерских номинациях этого сезона. И пусть сейчас, в разгар мирового проката «Девушки, которая застряла в паутине», эти предположения не объективны. Зато, если они попадут в точку, свой фидбэк от профессионалов Клэр получит из первых рук. Идите мне звонок. Ты похудел? Да. Ты похудел? Ну, я уже набрал. Я говорю, да. Я говорю, так мне сказали, что заморозить. Не-не-не, это там заморозить на неделю, все нормально, все, мотор. Приедет, говорит, ко мне, я хочу посмотреть, что ты как из себя влюбишь. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у нас в гостях Александр Робок и Максим Логашкин. Друзья, вопрос к вам обоим. Вас деньги меняют? Сталкивались оба как продюсеры с этой проблемой? Вообще, как артисты? Как живете, как проживаете? Все финансово? Да. А как меняют? Да мы, это так... Хорошо, завтра у меня студент из школы кино и телевидения придет, скажет, два дня сценарий такой интересный. Снимите денег, нет? Да, ну, есть такие варианты. На самом деле, в этом есть такой адреналин, когда ты, вот, есть проект, да, и, в общем, когда ты не под кем. И, в общем, он придает какой-то немножко и адреналина, и, в общем, чуть другого заряда на воплощение. Вот это состояние «не под кем», оно и есть у вас, получается? Это когда сам, ну, создаешь, когда сам, от этого большое, огромное удовольствие. Страшное. Страшное, но оно кайповое. Все-таки не могу не спросить про Велегинского в Кейптаунском порту. Там была такая история, что, в общем, ну, сценарию 20 с лишним лет этого фильма. Мы еще русский снимали. Саша, когда мы снимали русский, уже этот сценарий был. И он просто очень дорогой был, сложный, в общем, он никак не мог найти на этот проект финансирование. И после того, как вышел географ «Глобус-Пропил», в общем, ну, было там энное количество, ну, там много призов. В общем, так он хорошо прошел фильм. В общем, нашлись продюсеры, кто этот фильм запустил. И периодически там с Сашей общаясь, там есть персонаж, он говорит, вот этот персонаж вот твой будет там. Ну, проходит время, говорит, вот этот персонаж твой. Ну, в общем, мы взрослеем, взрослеем, проходит 20 лет, значит. Это смешно. Это смешно. Хотя постепенно, значит, меняется. Это смешно. И он говорит, вот. Ну, вот сейчас точно уже этот, нет, уже другую. Вот этот, но, говорит, тебе нужно похудеть на 20 килограмм. Я говорю, вообще не вопрос. Он говорит, все, договорились, картина в запуске, вот, ну, подготовка, 3 месяца худеешь. Я говорю, да, все хорошо. Проходит какое-то время, месяца-полтора. Я, в общем, как-то взялся. Ну, я нормально, в общем, могу это делать, в общем. И мне звонят, говорят, заморозили проект. Заморозили, в общем, ну, когда-то будет, потом. А тут кинотавр. Я еду на кинотавр, что-то еще, лето, в общем, какая-то такая хорошая жизнь. Я как-то и забросил это дело. И вдруг мне звонок. Ты похудел? Да. Ты похудел? Так сколько времени прошло-то? Я говорю, да. Ну, я уже набрал. Я говорю, да, мне сказали, что заморозили. Не-не-не, это там заморозили на неделю, все нормально, все, мотор. Приедет, говорит, ко мне, я хочу посмотреть, что ты как из себя видишь. А я понимаю, что... Я говорю, Саш, я слушай, я... Он говорит, сегодня можешь? Я говорю, не, завтра. Я говорю, слушай, у меня прямо сейчас емки. А вот буквально через... Я говорю, не-не-не, у меня в Ярославле сейчас... И, в общем, я себе выкорячиваю дни. Десять дней. Десять дней. Десять килограмм минус. Десять дней. Все. Он говорит, ну, давай, хорошо, только все, прям, мне нужно посмотреть, потому что для меня это важно. Я говорю, да, все хорошо. Я говорю, друг, понимаешь, все. Я говорю, раз опять звонок, да. Пришли мне свою фотку. Так ведь телефон не работает? Я беру... Ну, он говорит, фотографию, потому что не открутишься. Я, значит, начинаю... Сверху. Так, так, сверху. Сверху. Я как-то сфоткал. Прихожу домой. У меня жена, я Оля, говорит, что такое? Я говорю, Оля, вообще, я в Велик позвонил, говорю, у меня сейчас... Как делать? Ну, давай сюда, раз, так... Дима, она там умеет... А он знает про эту историю? Замечательно. Он немножко заговорит, раз, так, чуть-чуть, бум-бум, оп, все, раз, убрала. Это хороший эпизод для кино про кино. Я отправил саж. Я жду, а готов. Он говорит, ну, да, да, хорошо, видно, но давай через 10 дней. Я 10 дней просто с этого, прям, с этого момента все. Я ухожу только на воду. Я в день по 30 километров там ходьбы. Матываюсь там чуть ли не пленкой пищевой на кофты, чтобы, в общем, все. И я реально, в общем, резко изменился за эти 10 дней. Ну, и все, прихожу, звоню в дверь. Он говорит, ну, молодец, красава, красава. А у него пельмени варятся. А, пельмени, пельмени будешь? Да! Нет, я говорю, нет, я потому что понимаю, что у меня там просто, у меня организм так в узел скрутится. Нельзя же ничего после такого, после такого голода нельзя. В общем, как-то сдержался. Ну, да, вот такая история была. И прям, ну, реально, в общем, ну, и все. Ну, Саша утвердил, да. Все не напрасно. Я в это верил. И когда нарушил в рабской закон. И пошел на войну с Гитлером. Верил, когда американские матросы за горсть золотых коронок прятали меня в трюме. Ну, интересно, на этом мы закончим. Я вам желаю удачи и поздравляю со всеми, со всеми успехами и со всеми проектами. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, Виктор Иванович. Ну, а вы, уважаемые зрители, не уходите, потому что вас ждет еще один сюжет. А сейчас наша рубрика «Жги. Свои скрытые таланты» демонстрирует звезда сериала Ивановой Ивановой Александр Обласов. Здравствуйте. Это программа «Кино в деталях» и рубрика «Жги». Я актер Александр Обласов. И сегодня я вам покажу, как из нестандартных подручных средств сделать надежную свечу. Нам понадобится картошка, кусочек марли или ткани, масло, спички и нож. Так как я родился на Дальнем Востоке, и мое детство пришлось на времена перестройки, по вечерам часто в то время выключали свет в домах. И не всегда находились дома восковые свечи. И вот этому способу меня научил мой папа, который взял просто картошку, масло, спички, бинтики и сделал свечку. И под эту свечечку мы проводили время на кухне, я учил уроки. И этот вот незмысловатый рецепт остался со мной на всю жизнь. Начнем. Срезаем чуть выше половины картошки. Вырезали сердцевину. Получается углубление. Эту часть мы можем использовать как подножку для свечей. Кстати, картофель, который у нас остался, чистенький, мы можем использовать его по прямому назначению. Ну, например, в уху по рецепту Максима Логашкина. Делаем фитиль. Спичечка, с помощью которой мы можем установить наш фитиль. Берем масло, заливаем. Ну и осталось только зажечь нашу свечу. Ну, на сегодня урок выживания закончен. Смотрите на канале СТС сериал Иванова и Иванова с моим участием. А я передаю эстафету Александру Лыкову. Александр, жгите. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok